В PvP Red Dead Online существует ряд ярко выраженных проблем. Не знаю, как они видны в консольных версиях, но на ПК они есть. И вот тут наше мнение с Red Cat Redemption расходятся. Я очень хорошо отношусь к ютуберу Red Cat Redemption. Не подумайте, что это реклама. Он очень давно снимает видео по RDR, еще со времен консолей. Очень много обзоров, гайдов, очень много информации, которые я принял для себя. Что-то использую, что-то очень полезное, что-то не очень. Но ситуация не про это. Больше всего меня зацепил этот ролик. Я не хочу его разбирать, я хочу лишь высказать свою точку зрения и показать, что PvP в Red Dead Online ничем не хуже, чем PvP в других. Пусть даже как бы это не прозвучало в шутерах. Я лишь предлагаю вторую точку зрения этому вопросу. Ни в коем случае не претендую на лавры истины в первой инстанции. И понимаю, что норвусь на кучу хейта со стороны поклонников и подписчиков кота. Но тем не менее, это всего лишь мнение. Надеюсь, в какой-то степени оно имеет место быть. Всем привет, с вами Готика, с вами Сократ. Кот отметил важную особенность относительно подключения игроков в сессии, точнее в режимах противоборства, что подбор там абсолютно ужасный. И сотый ливил может играть с первым и первым сотым и так далее. Но мне кажется, это проблема ввиду того, что игроков с максимальным уровнем, сотый, девяностый, восьмидесятый и так далее. Либо мало очень заходит в противоборство, в чем я сомневаюсь. Либо действительно корявая система подбора. Но больше всего меня выбешивает, что я не могу выбрать абсолютно тот режим, в который я хочу играть. И не могу выбрать, чтобы я играл со своими друзьями в одной команде. Нас постоянно тасуют и перебрасывают друг против друга. Вот эти две проблемы, которые прям калят и взрывают мою жопку. Но, пожалуй, это единственное, с чем бы я согласился. И так как в игре не существует универсального супер-пвп-пве билда. Ну, пве я вообще не рассматривал. Вы знаете мою точку зрения относительно пве. А те, кто не знают, она очень проста. В этой игре пве самое-самое легкое. Боты просто изичные. Их можно убивать с любого, не знаю, с чего угодно. Просто камнем по голове киньте и все, они умрут. Я думаю, что карты способности использовать в пве, ну, это просто тренировка наводки, так сказать. Мышки, рук, стрельбы по головам и так далее. На ПК подбор игроков со свободным прицелом можно посмотреть в этой... На ПК подбор игроков без автоприцела и геймпадов можно увидеть в ролике, он сейчас у вас в верхнем правом углу. Я рассказываю о том, как отключить автонаводку и не попадать в сессию в режиме противоборства с игроками, которые используют геймпады. И это не проблема для ПВП, как таковое. Все-таки проблема, как таковая, во всех шутерах, во всех. Это имба-классы, имба-оружие, донатное оружие. Благо в Red Dead Online этого нет. И бытует мнение, причем это мнение поддерживается большинством, что если использовать танка билд, а именно медленно, но верно, и оптический прицел снайперку с откидным затвором или карканом, а лучше и то, и другое, то типа вы непобедимы. На самом деле, мое мнение, что так используют большинство, потому что это слишком легкий путь. Я предпочитаю использовать билд и использовать максимально выгодные стороны этого билда. Я включаю мозги, а не стрельбу. Иными словами, если я попадаю на поле с открытой дистанции, против меня снайпер, я ни в коем случае не попадусь на эту уловку и не побегу на него. Тупой снайпер пойдет на меня. Я лишь буду ждать, пока снайпер вылезет. Если снайпер не вылазит, ну и фиг ты с ним. Если снайпер вылазит, в свою очередь, соответственно, попадает в дистанцию стрельбы моего лука и мухана. Я использую тоники второго и третьего уровня. Да, я высокого уровня и могу себе это позволить. И крафт их, и покупку их, и тем не менее. Я использую их постоянно. И что откидной затвор, что каркана не сможет пробить меня с одного выстрела, какие бы картоспособности он не использовал. И, соответственно, ввиду этой информации, я надеюсь, вам стала чуть-чуть более яснее моя мысль. В плане того, что используйте сильные стороны вашего билда, сильные стороны вашей карты. Если вы используете мили билд или билд в ближнем бою, вам нравится резать всех с ножа и так далее. Используйте укрытые пространства, подворотни, углы, мансуйте из камня под камень. Используйте неровности поверхности земной поверхности. Пугля, используйте неровности поверхности земли. Прячьтесь за бугры и сокращайте дистанцию. Ваша задача сократить дистанцию. А задача снайпера не позволить вам ее сократить. Снайпер это движение по легкому пути. Да в каждой игре есть снайпер. Возьмите тот Battlefield, я не знаю, тот же самую CS, Warface в конце концов. Да простите меня бог за эти слова. И не в конечном итоге в любом шутере есть такой класс как снайпер. В любой игре RPG есть такой класс как лучник. Это рейндж DD. Его используют большинство людей. Либо те, которые прям тащат кнопками, как пианино раскладывают. И могут мышкой, как русский мясник, раздать нормально на АВП. А я использую совершенно другой билд. Я не использую карканы и я не использую откидной затвор. Бегать с двумя этими оружиями одновременно, это значит лишить себя возможности в ближнем бою дать отпор. Если вы в оптический прицел посмотрите на человека, который бежит к вам, максимум, что вы увидите, это ширинку на его поясе и ремень, и пряжку, которая у него там одета. Больше вы ничего не увидите. Оптический прицел слишком сильно увеличивает. Даже если вы возьмете каркану с ближним прицелом, это не имеет значения. А возьмите дробовик вместо каркана и вы уже будете себя обезопасить и в ближнем бою. Я просто как пример, я ни к чему не привязываю. Я лишь говорю о том, что ПВП может быть разнообразной, если включать тактики, стратегии, билды, использовать команду в конце-то концов, прикрывать друг друга, а не просто стоять на бугре и отстреливать дурачков, которые не бьют тоники и ваншотить их. В чем тогда смысл этого ПВП? Это просто набитие фрагов и все. При серьезном противнике, который использует 2-3 тоника, бегает от укрытия к укрытию, и только вы попадете в дистанцию стрельбы карабина, пистолета, револьвера, лука, вам хана. И по большому счету, используя оптический прицел, и медленно, но верно, вы не используете раскраску. На средней и ближней дистанции надо быть прям кудесником и навести мышку, и выстрелить, и убить человека. Это прям талант. Не каждое этому дано, но бегать с оптическим прицелом, я смотрю, бегают 80-85% игроков, и мне не составляет проблема их убить, сократив эту дистанцию. Я хочу сказать, что РДР в режимах противоборства, играю там постоянно, КД не меньше 5-6, использую тоники постоянно, стрелы, меняю в зависимости от противника. Вижу, что попадаю на танка, навожу прицел на голову, вижу, что стреляю, она не ваншотит, хп не уходит, перехожу сразу на дробовик с разрывными, перехожу сразу на лук с разрывными стрелами или огненными, и стараюсь загасить танка. Вижу, что человек на меня наводится, метка появилась, я не умираю, значит, у него либо медленно, но верно, либо гаденыш, либо еще что-то, может, он вообще саппортом бегает, может, он вообще не прокачанный, но раз я жив, значит, метка на мне не стоит, и я могу его убить. Соответственно, я рассуждаю с вами, делюсь с вами этими мыслями, для того, чтобы у вас было альтернативное видение ПВП в этой игре, потому что в противоборствах, как я повторюсь, решает командная игра. Много раз было, когда я играл, и моя команда заходила с флангов, особенно на миссиях захвата, где надо захватить множество секторов, мы отдавали все сектора, фактически все, потому что если отдать все будет проигрыш, почти все сектора отдавали, и потом заходили с фланга, убивали в спину и проходили по этой дорожке и выигрывали раунд. Это было круто, это была командная игра, и не важно, что у них на респе стояло два снайпера, выцеливали всех по КД, это не имеет значения. По сути дела, здесь, я считаю, что здесь, в отличие от GTA Online, не доминируют винтовки. В GTA Online вам надо было потратить 16 пуль из калаша, чтобы убить из карабина, не карабина, а штурмовой винтовки, чтобы убить человека. Полуавтоматическая винтовка, достаточно было 3 раза попасть в тело, у нее очень высокая скорострельность, очень быстрая перезарядка, оптический прицел увеличивает на среднюю и дальнюю дистанцию. Автоматическая винтовка в GTA Online, вот это имба. Благо, разработчики сделали баланс нанесения урона, и здесь проходят ваншоты. Почти в 80-90% случаев проходят ваншоты в башку. Надо 2 попадания с Валканика, чтобы убить человека в тело. Да это сказка и рай для тех, кто ищет себе сбалансированное ПВП, сбалансированное, я имею ввиду, между оружием и регистрацией урона. Да, есть проблемы с пингом, но они не такие большие, как в других проектах. И я не считаю, что в RDR игра не для ПВП. Наоборот, можно развивать здесь спокойно ПВП, свой отряд, свою группировку, свою банду, придумывать страты, искать других таких же отрядов и тренироваться с ними, получать с этого фан. И, собственно, я это ищу. Ищу отряды, которые готовы сразиться за Готикой. Или, может быть, кто-то готов даже вступить в Дискорд в описании, как обычно. Собственно, все, ролик затянул. Единственный ролик, в котором я с вами рассуждаю, ну, за последнее время, в котором я рассуждаю и столько водички налил. Ну, я лишь хотел показать свою, как повторюсь еще раз, альтернативную позицию относительно ПВП в Red Dead Online. С вами был Сократ. Подписываемся на канал, ставим лайк этому видео. Скоро новый контент. Ждите.